Огромные усилия и всего несколько нажатий. Дмитрию Костенко 23 и у него тяжелая форма ДЦП. Несмотря на недуг, парень самостоятельно освоил компьютер, научился создавать сайты и готов дистанционно обучать других. Он начинал ножку собирать пазлы. И он начал увлекаться лежа на полу, так что он не может ни стоять, ни сидеть. Потом попросил ему, купи мне игру. Я ему купила игру, чтобы он мог на этой игре как-то там играть. Как им эти игры называются? Ну, святая. А? Ну, неважно сначала. Сначала Дэнди. Дэнди. На своей страничке в социальной сети он описывает, как работает на компьютере. С обычной клавиатурой дело идет медленно. Мечта парня – новое устройство для ввода. Специально для ног. Для инвалидов создают клавиатуры. Любые. Под него. Именно под него. С высотой кнопок, с шириной, с формой. Это делает очень большие деньги. 34 тысячи. Завод выставил нам счет. Деньги сразу. Начнем делать. Денег нет, даже не думайте. Вот так вот. Дмитрий даже нарисовал клавиатуру, о которой мечтает. С широкими высокими кнопками и крепким корпусом. Эта клавиатура обычная, а это для тех, кто с ограниченными возможностями. Для меня на какой печатать нет разницы. А вот для человека, у которого детский целебральный пролич, отличия существенные. Благодаря этой накладке он может положить руку полностью на клавиатуру и при этом нажимать только ту кнопку, которую нужно. И не допустить ошибки. А о такой клавиатуре мечтают слабовидящие люди. Она специально для тех, кто пользуется системой Брайля. Видите, если взять обычную клавиатуру, ну здесь как минимум у нас 33 буквы, да, с твердым и с мягким знаком. А здесь находится всего лишь 8 кнопок и один пробел. И в принципе этого достаточно, чтобы писать текст. Подобную клавиатуру сейчас встретишь только в специальных центрах реабилитации. Для домашнего использования она вряд ли будет по карману. Стоит почти сотню тысяч рублей. Хотя и это дело времени. Слабовидящий преподаватель компьютерного класса Анатолий Романов показывает свои часы. Время на них определяют на ощупь. Когда-то и такими устройствами владели единицы. А сейчас есть почти у каждого. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.